Недавно президент высказался в том смысле, что Кремлёй в Абхазии должны пользоваться те, кто умеет ею распоряжаться. Как вы восприняли это высказывание? Как бы вы его интерпретировали? Это высказывание, по сути, чего не меняет и ничего конкретного в этом высказывании нет. Просто фраза. Скажите, пожалуйста, на какие мысли вас эта фраза наводит? У нас такое расхожее выражение. Земля у нас якобы не продается. Заграните в любой раздел объявлений и посмотрите. Продается участок, продается земля, продается на побережье, продается сельхоз, земля. Отчуждаются общественные земли годами, десятилетиями это происходит. Это не последние 20 годов. Отчуждаются земли с санаторией, с дравницей, с гектарами прилегающей территории. Якобы передается, дарятся за условные рубли и так далее, властями. И это вот такая практика у нас на деле происходит. Вместе с тем, выражение, что земля принадлежит народу, оно не наполнено смыслом, до тех пор не будет наполнено смыслом, пока земля не будет принадлежать гражданам. Вот вам, Елена, не принадлежит на правах собственности никакая земля. Никакой участок. Это знаете, на что похоже? Вам не принадлежит, мне не принадлежит, джумферу не принадлежит. Земля, в целом она народа Абхазии. Это очень удобная формулировка, по сути ширма, для того, чтобы сменялись друг друга чиновники, дарили своим приближенным активы, участки, гостиницы, здравницы, фабрики, заводы с прилегающими территориями. Переоформляли друг на друга, продавали их инвесторам, якобы они там дарят и так далее. С точки зрения человека, работающего на земле, как этот вопрос должен решаться? Долгие годы споров с обоими основными политическими группировками, экс-властью, нынешней властью, дают нам право говорить то, что мы думаем, потому что у нас нет патронов никаких политических, которые нас декурировали, направляли, кому бы обязаны были быть. Нынешняя власть предлагает запутанный, невнятный, по сути нелепый закон об апартаментах. Этот закон не встретил и не встретит понимание в обществе. То есть любой закон, все детали которого вы не можете открытым текстом озвучить, еще на стадии его разработки, он нежизиспособен. Этот закон уже, по сути, провалился. Вместе с тем, другая крайняя точка радикальная, это вот такое превращение нашей страны в своего рода резервацию для сохранения самобытности, языка, культуры. Чем мешать будет сохранению культуры, языка и традиции то, что наши крестьяне, даже наши горожане станут собственниками земли? Это помешает? Нет, не помешает. Я считаю, это, наоборот, поможет этому делу. Более того, вот если люди станут собственниками земли, они могут эту землю, как свой вклад, юридически, в совместное предприятие вносить. То есть вы дали мне собственную землю, я найду через друзей, даже если банковская система мне вся откажет, даже если у меня никакого блата на госслужбе будет, вот я найду человека, который вложит деньги, допустим, в сельхозпроизводство, моя часть будет, собственно, на землю вклада. Мы вместе поработаем, вырастим сельхозпродукцию, построим, я не знаю, кемпинги для отдыхающих или так далее. И вот в этом случае мы будем зарабатывать на земле, и земля останется за мной. А когда вы не работаете на земле, никакую хозяйственную деятельность не ведете, просто заняли территорию, и вы безработны. Вопрос времени, когда вы, по семейным причинам, по причинам отсутствия полного денег, кто-то заболел и так далее, вопрос времени, когда вы продадите эту землю. Что в реальности происходит? Народ доведен до последней степени бедности и щиты. Люди не то что землю, почву готовы продать, чтобы помочь своей семье выжить. И вот эти две радикальные точки зрения, одни изоляцию полную от внешнего мира, другие поблатут своим друзьям, товарищам, чиновникам, через них как-то решить вопросы, там какие-то юристы истрякчие это все оформят, создадут видимость и так далее. Это вот две крайние точки одинаково вредные, на мой взгляд. Лучшая политика, это прямая политика, ясная политика, надо дать землю нашим гражданам. Вот я об этом, когда начал писать, мне говорят, а вот у нас, как мы им дадим. Слушайте, приближенные к власти, прекрасно оформлены на них участки Нарицы. Власти это делала и прошлая власть делала. Хорошо, оставим заповедник в покое, если вам, Елена, как гражданке Абханзии, оформить дачу побережья, все продано, перепродано, захвачено. В Келосурском ущелье вам дать участок, где вы можете выращивать, я не знаю, цветы и продавать на рынке, если вы захотите этим бизнесом заняться. Что, это плохо? Наша власть пытается, а вот мы и найдем источники финансирования. Не надо ничего за людей искать. У нас рыночная экономика, 21-й век. Дайте людям землю, кто легально ее получил, третий Абхазии переоформнилась. В пределах разумного легализуйте эту землю. Кто не получил, у нас территория Абхазии 8,9 тысяч квадратных километров. Если 0,5 тысяч квадратных километров вы дадите гражданам Абхазии, ничего страшного не произойдет. В том числе и репатриантов. И просто сдавать квартиры. Пожалуйста, вот вам участок. Живите, работайте, делайте сельхозпроизводство, делайте туризм. Цех поставьте, я не знаю, на этом участке. Работайте, живите, будьте счастливы. Вот это, на мой взгляд, единственное возможное решение. Астамур, когда принималось решение о запрете купли-продажи земли и о том, что только в аренду можно сдавать землю. Что за этим стояло, как по-вашему, какие опасения? Почему было принято такое решение? Такое решение было принято, чтобы все вопросы по выдаче, отчуждению решались чиновниками, стоящими в власти. И гражданам передано было, то есть без согласия высшего начальства, чтобы ничего не смогли на себя оформить. Обратите внимание, у нас треть города, санаторий, ПМО, МВО. Здание, на котором расположены территории, что они не продаются, не покупаются. По каждому объекту на территории Абхазии возьмите по побережью, просто пройдитесь и посмотрите, кто на кого переоформил, кто на кого отчудил эти земли. Эта практика есть, более того, даже сегодня, мы с вами разговариваем, вы можете в раздел объявлений зайти, там не сказано, продаются права на аренду, нет такого понимания. Там продается участок, и посмотрите, сколько участков на территории Абхазии вы можете купить. Это при той риторике, якобы она не продается. И знаете, что удивляет? Люди, продававшие активы, продававшие земли, оформлявшие объекты, отчуждавшие объекты от государства, визировавшие это все, проверявшие все это, не нашедшие коррупционные составляющие. Вот эти люди зачастую выступают против того, чтобы мы и я узаконили свое правило на владении участком. Фантастика, да? Продолжение следует...